МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС У ЭФЕРЫ БЕЛАРУСТРЫ НА ВИНЫЙ КУЛЬТУРЫ НА КАЛЕНДАРЫ 18-ГА СНЕЖНЯ И ДАЛЕЙ У ПРАГРАМЯ ГАЛА КАНЦЕРТ ФИНАЛІСТАВ ПЯТАГА ОПЕРНАГА ФОРУМУ У МИНСКУ БЕСПЛАТНЫЕ УРОКІ ИГРЫ НА МУЗЫЧНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ У АУСТРАЛІЇ КАНЦЕРТ КЛАСІЧНЫЙ МУЗЫКІ У КАРТІННЫЙ ГАЛЕРЫЙ ВАЩЩЕНКІ У ГОМІЛІ ВЫНІКІ ОПЕРНАГА ФОРУМУ У АД ГАЛОВНОГА ДЫРЫЖОРА ВЕЛІКАГА ТЕАТРА ЗАУТРА ВЕЛІКІ ТЕАТР БЕЛАРУСІ ЗАПРАШАЕ НА ГАЛА КАНЦЕРТ ФІНАЛІСТАВ ПЯТАГА МІНСКАГА МІЖНАРОДНАГА КАЛЯДНАГА КОНКУРСУ ВАКАЛІСТАВ МАЛАДЫЕ ГАЛАСЫ СУСВЄТНОЙ ОПЕРЫ ФОРУМ ГЭТЫМІ ДНЯМІ ПРАХОДІТЬ У БЕЛАРУССКІ СТАЛІЦЫ НА СЦЕНУ ВЫЙДУЦЬ ЯК ВЯДУЧАЕ САЛІСТЫ ВЕЛІКАГА ТЕАТРА ТАК И МАЛАДЫЕ ЗОРКІ ОПЕРЫ З ФРАНЦІЇ, КАРЫЇ, КАНАДЫ ПЕРЕЖЫРЫВАЦЬ БУДЮЦЬ АЛЕКСАНДР АНІСІМОВ І ВЯЧЕСЛАВ ЧАРНУХА ВОЛІЧ БЕЛАРУСЬ ТРЫ БУДЮ ПРАВОДІТЬ ЗАПІСЬ КАНЦЕРТУ УБАЧЫТЬ ЯГУ МОЖНА БУДЮ ДВАЦЦПЯТАГА СНЕЖНЯ ДА ГЭТЫЙ ТЭМЫ МЫ ЕЩЩЕ ЗВЕРНІМСЯ НА ПРАКІНЦЫ ПРАГРАМЫ ПРА КОНКУРС І ВЫНІКІ ЗА ПЯТЬ ГАДУ ЯГО ИСТОРИЮ МЫ ПАГАВОРЫМ З ГАЛОВНЫМ ДЫРЫЖОРАМ ВЕЛІКАГА ТЕАТРА ВИКТАРАМ ПЛАСКІНАМ ПРАТІКАВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ЯКЕЕ ГЭТЫМИ ДНЯМИ ЛАДЯЦЦА У БЕЛАРУССКЕЙ СТАЛІЦЫ ДАВЯДЮМСЯ АД НАШИХ КРЭСПАНДЕНТОВ КАХАННІ ЗЛО ПАЛЮБІШ И ВЫКЛАДЩЫКА ГЛЯДАЧЫ ЭКСПЕРАМЕНТАЛЬНЫЙ ПЬЕСЫ ИНДРЕЯ ИВАНОВА МОЛАЦЬ, ПЕРАВАЖНА СТУДЕНТЫ НА ПЕРШЫЙ ПОГЛЯД У СЮЖЭТІ ТУССОВКІ САЦАЯЛЬНЫЕ СІТКІ РАЗНАСТАЙННЫЕ ЗАБАВЫ АЛЕСЯ РОДГАЭТАГА СПРОБЫ ЗВЫЧАЙНЫЕ ДЯУЧЫНКІ С ПТВ ЖЫТЬ ПА ВЫСАКЪИМ МОРАЛЬНЫМ ПРЫНЦЫПАМ И ВЯДОМА ПОШУКІ КАХАННЯ АЛЕ, СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ? Я С УЧИЛИЩА Сцена отсутнейшая ЗУСИМ, А АКТЁРЫ ПРАЦУЮТЬ ПОБЫШЬ С ГЛИДАЧАМИ ПЕРСОНАЖИ ПЬЕСЫ ИГРАЮТЬ У РОЗНЫХ ПОМЕШКАНЬЯХ, АЛЕ УСЁ ТРАНСЛЮЦИЯ НА ЭКРАН У РЕАЛЬНЫМ ЧАСИ ТАКИ ФОРМАТУ НОВИНКУ ДЛЯ ГЛИДАЧА А ДЛЯ АКТЁРОВ СВОЙ СОБЛИВЫЙ ТВОРЧИЙ ВЫКЛИК Это было странно работать здесь, потому что в театре ты на сцене работаешь, ну и зритель, как бы между вами определённо какая-то дистанция есть. Здесь дистанции вообще никакой нет. И не знаю, может быть, от этого ещё круче. И когда ты здесь, ну, не на сцене, тебе хочется быстрее вырваться туда, чтобы попасть к зрителю. Авторы проекта личат, что экспериментальный театр может стать злучным звяном помеж молодю и театром у классичным разумениях этого слова. Вот мне много, ну, пишут после спектакля, что хотят попасть на какие-то другие постановки в театре. Поэтому я думаю, что мы делаем всё правильно. Потому что молодёжь приходит, и она потом интересуется больше театром. У наступный раз злучилища покажуть у студени. Верагодна техничная частка пьес изменится, и спектакль станет ещё больше интерактивным. У Национального мастерства музея можно наведать выставу «Аголенные почутки. Сакральный сенс». И она просвечена живописцу, заслуженному деючу мастерства Республики Беларусь, лаборатору специальной премии президента за духовное отражение Владимиру Кожуху. Всё лето ему исполнилось 65 год. В экспозиции будет представлены широкий спектр его работ за 30 годов его творческой деятельности. Так само у рамках выставы презентована книга Владимир Кожух «Серы и славутые мастаки Беларуси». Працовать выстава будет до 13-го студеня. Завтра у Минске музея истории кино отбудется открыть все тематичные выставы «Беларуський кинематограф» 1920-30-х годов у киноплакате. Это одно из мероприятий, посвященных Дню Беларуського кино. Кроме того, будет презентован интерактивный мультимедийный додаток для выставы. Экспозиция будет складаться с 35 полноформатных и полнокольоровых репринтов, киноплакатов и беларуських фильмов. Они были выпущены с 1926 до 1940 годов. Разобраться в стилевых особенностях и доведаться к историю и самого плаката и фильма – как раз призванный допомогчий специальный додаток. А пошлий день працы выставы – 9-го студена. Минский областный драматичный театр «Что молодежнее» завтра показывает спектакль «Новый да етти» – комедию по мотивах сучасных творов, в особе на молодежинской сцене, заслуженный девчима статства у Республики Беларусь Виталь Барковский. У якости режиссера ему допомагала Алена Рахмангулова. Она швыканная одну из головных ролей у постановцей. Спектакль «Май взрослого обмежевания» – 18+. Музыкальный дом классика завтра пропанной концерт «Трея Новый филармоник». Гэты коллектив ведомы своими экспериментами у форматах концертов, але завтра свою новую программу и они представят на сцене Гродзинского державного музычного колледжа. У программы концерту музыка для театра и кино Гея Кончелли и поры года Вивальдзе у интерпретации Макса Рыктера. Далее познаемся с падением, что отбываются по замежам нашей краины. Австралийских детей из малозабеспеченных семью бесплатно научают спевать, играть на скрипце и писать музыку. Инновационная программа дурит школьникам больше упевненности у собе, подробностей у наступном сюжете. У одной со школ австралийского Пэрта детей из малозабеспеченных семью бесплатно учат спевать, читать ноты и играть на скрипце. Усе дисциплины выкладают музыканты заходни австралийского симфоничного оркестра. Думаю, варто походить на класс скрипки, потому что это и весело, и допомогает научить играть на инструменте, и кераней навыд у руках не трымал. У этой школе профессийно выучать музыку уже у некольких годов. Батьки зауважают, что дети становятся життя радостней, и агульно-аддукацинные предметы им даются легче. Школьникам так само научают самостоянно доглядать за инструментами. Инновационную программу запустили уже у некольких початковых школах Пэрта. Музыканты симфоничного оркестра сподяются охапить еще больше научных установок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глядите завтра в 19.30. Кожный день новый верш про каханья. Вы столько хлопец створал не свой первый поэтышный сборник, а сто с мертвых листов. Ты, что нелега дослась до рассады и вернуться к пронику. Але в мертвом тым оказалось столько життя, что хапила на целого айчинного классика. Минский музыкальный театр завтра запрашивает на Аперетту «Баль у Савойи». Постановку Белорусский театр набыл у Московского театра Апереты. Але это не просто перенос спектакля на новую сцену. Дирижер Миколай Макаревич на новую аркестрировал партитуру. Режиссер Ганна Маторная написала новая либретта. Апереты рассказывают историю с переломного периода 30-х годов минулого 100-го, когда не мое кино перетворалось в Гуковое. Спектакль где у двух детей и продолжится маль три годины. У Музея истории белорусского кино у Снежней ладятся ретроспективные показы фильмов до 75-го года российской советской актрисы, народной артистки СССР Инны Чурыковой. Завтра у музея покажут фильм Хлеба Панфилова «Васа» с Чурыковой уголовной роли. Это экранизация пьесы Максима Горка Габаса Железнова, которую Панфилов здействовала в 1982-м году. Стушка отримала золотый приз на Московском международном кинофестивале в 83-м. Запланованы два сеансы в 15-м и в 18-30. Йон як Дарпаньян. Гучны худки у незменным капелюши. И свою справу лечить выключна мужчинской, тому что доля пригажут подобаться. Життё женщины и живопись Александра Ксензова у проекте «Майстерня. История одного мастакан». Завтра у 20.15 на Беларусь-3. У меня нет портретов, у которых модельная внешность. Оно должно быть некрасиво, оно должно быть немножко страшненькое. Поверьте, остальное я сам как-то так раскопаю, рассмотрю и вытащу. Гомельская областная филармония. Завтра ладзит концерт «Чарованная музыка Моцарта», який пройдет у картины галереи Гауреила Вашченки. Прадставят творы классика сусветной музыки солисты филармонии сопрано Вольга Кузьменко и пианист Виталь Фамин. У программе заявлены ары из опера, так само фортепианные творы композитора. Национальный центр сучасных мастакств представляет великий новогодний фотопроект. У час новогодних святов тут будут представлены три выставы. Первая из их колей «Ёлки были великими» и складается она с фотографией, что были знайдены у семейных альбомах и архивах белорусских фотографов, мастаков и просто аматоров мастакства. Про «Ёлки» объеднула и работы ведомых белорусских майстров на тему Нового года. Закрывая серый выстав, колядные паштовки с коллекцией Дмитра Серебренникова. Тут можно будет познайомиться с традицией веншаванья в паштовках за последние 100 годы. Проект будет работать до 19 сутеня. Еще одна подея будет завтра в Национальном центре сучасных мастакств. Тут открыться выстава «Зимовый настрой». Экспозицию складутся работы сучасных белорусских мастаков, членов Громадского объединения «Белорусский союз мастаков». Цароту дельников Олена Шлегель, Геннадь Дроздов, Сергей Писаренко и другие. Каждый мастак будет экспоноваться в особной зале. Тема работы, как можно зрозуметь с названием «Зимовые святы». До 29-го снежня примаются заявки на удел в 8-м фестивале мобильного кино. Все летом он проходит под слоганом «Заснованы на реальных подеях». Сюжетом фильма может стать все, что угодно. От повседенных ситуаций и человеческих переживаний до глобальных исторических зъяв. Один и обмежевание – храныментраж. Створенные при допомозе мобильных прилад «Мастацки» або документальные стушки по своей протяглости не повинны перевышать 10 хвилин. Неазменным таксама застается международный масштаб подеи. Для того ж, в этом году затверджена новая специальная номинация «Залепши сценарии, заснованы на реальных подеях». Мероприемство ладится при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. На первые дни гала-концерта финалистов 5-го Минского международного колядного конкурса вокалистов мы сустрелись с главным дирижером Великого театра Беларуси Виктором Пласкиным, как поговорить с ним про конкурс, ягу выники за 5 года, таксама концерт, что мае отбыться. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Пятый международный рождественский конкурс вокалистов – это повод подвести некоторые итоги. Как вы думаете, каковы они для участников или театра? Международный вокальный конкурс – это одно из самых важных, самых значимых мероприятий, которые проводит Большой театр. Потому что это новые силы, которые будут потом в перспективе петь на сцене театра. Ведь самое главное в оперном театре – это человек, который поет. Голос – это уникальное явление. Это бриллиант, причем бриллиант очень дивной сказочной породы. И чем мы дороже бриллиант найдем, чем мы глубже проникнем в эту породу, тем интереснее будет. Что такое конкурс для меня, особенно для меня? Это поиск индивидуальных людей. Поиск людей, которые не похожи ни на что. Поэтому надо их искать. Это очень кропотливое дело. Его надо делать тщательно и с большой любовью, и большим желанием что-то найти. По итогам предыдущих конкурсов появились ли новые исполнители в театре? У нас по итогам конкурса появился исполнитель из Украины Михаил Малафий. Он стал у нас приглашенным солистом. У нас появился такой солист, как Лаша Сиситошвили. Это грузин. Он тоже частый гость у нас. Потом появилась у нас Надежда Павлова. Это уникальные солисты. Это солисты, которые могут быть гордостью нашего театра. Это наши приглашенные солисты. Очень хорошая исполнительница белорусска, которая сейчас заканчивает Петербургскую консерваторию, Галкина. Она получила вторую премию в прошлом конкурсе. И я уверен, что на этом конкурсе мы еще больше откроем молодых, перспективных и очень ярких певцов. Конкурс привлекает как и начинающих, так и состоявшихся исполнителей. Чем это можно объяснить? Он престижный становится тем, что мы заботливо очень относимся к людям, тем, что мы относимся к ним с большим уважением и любовью. Он буквально за год-два приобрел известность и является практически уже брендом. В прошлом году на конкурс от белорусских исполнителей было подано 18 заявок. Хотелось бы больше. Искусство – такая штука, что очень сложно сказать о количестве. Бывает, что много, а нет хороших. Бывает, наоборот, мало, а все хорошие. Тут очень сложно определить какую-то меру. Поэтому очень часто, очень часто получается так, что очень хорошие исполнители, особенно на вторых турах, срываются. Не очень, может быть, где-то они его доглядели, не очень его продумали. И я всегда так переживаю за них на втором туре, чтобы они проходили. А в третьем туре исполнители выступают в ансамбле с другими вокалистами. Каким образом это раскрывает конкурсантов? Чем он больше артистичен, тем он больше раскроется. Если он настоящий талант, он прорвется. Если менее талантливый, не получится у него. Даже если какие-то сложные условия, а условия сложные, потому что новые исполнители, чужие исполнители, новая сцена, режиссер какие-то задачи ставит. Если в первом и во втором туре они поют под реаль, они стоят, то в третьем туре это как квазиспектакль. Это сложно, но, как правило, мы никогда не ошибались. И получалось так, что все талантливые люди что-то получали. А гала-концерт – это тоже своеобразный экзамен? Для искусства, для артиста экзамен каждое появление на репетиции. Ты пришел на репетицию, ты стал, поешь, тебе играет оркестр, дирижер дирижирует. Это уже экзамен. Мы все время сдаем экзамены. Спасибо, Виктор Михайлович. Удачи конкурсантам, а зрителям незабываемых впечатлений. И на этом по-куле все. Познавайте больше разом с нами, поддерживайте культуру и заставайтесь на Беларусь-3. Редактор субтитров А.Семкин